Сегодня уже последний день сентября, теплые дни уже заканчиваются и наступает октябрь, более такой прохладный месяц. И сегодня будет ежемесячный обзор моих растений, так что смотрите до конца, будет интересно. Ну начнем сразу с такого коридорчика, вход в зал, в мою оранжерею. Здесь у нас находятся два таких африканских тюльпановые деревья, спатадея. Ну спатадея конечно разрослась очень шикарно, прям очень, такие листья зеленые, вообще классно просто. Здесь у меня драцена такая красотка, какая, тоже такая вся коренастая, пушистая, толстенькая, вообще классная. Дальше пойдем. Здесь спатифилум рядом с ней стоит. Здесь тоже драцена. Спатифилум, спатифилум и монстера. Огромная, честно говоря. Бугенвилле еще продолжают свистеть, несмотря на то, что уже скоро 1 октября. И возле аквариума так смотрится, конечно. У меня аквариум зарос, весь в зарослях стоит. Вот видите. Даже здесь, на полке. Ну и смотрится, конечно, это все очень даже красиво. Тамаринк своей нежной такой листвой тоже привлекает внимание и как-то вот прям вот красиво смотрится. Ну, Бугенвилле, конечно, вообще прям в кадр ко мне залезла. Там тоже у меня на полке эсхенантус такой кучерявый свисает. Тоже классно так смотрится. Здесь Бугенвилле у меня стоят. И в Кашпо тоже Бугенвилле. На окне тоже у меня Бугенвилле. Ну, по сортам я не буду называть уже. Потому что тогда видео затянется, не знаю, насколько. Крассандра, как всегда, в цвету. Просто хотела поближе показать. Ну, как красиво мы цветем. Здесь такая яркая. Красоточки. Красоточки, что скажешь. Крассандра. Ну, это вообще просто огонек. Постоянно в цвету. Редко, когда отдыхает. Ну, она, конечно, отдыхает, может, недели-две. И заново начинает потом выпускать новые колоски. Кустик у меня довольно-таки большой уже. У меня много видео есть. На канале, кому интересно про крассандру, как я за ней ухаживаю, пересадки там были, какой грунт, все-все есть. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Ну, здесь моя вот полочка такая стоит. Ну, здесь в основном орхидеи на ней расположились. И есть бугенвилья. Такая вот красавица. Ну, здесь засвечивает, конечно. Ну, это варигатная бугенвилья. Листья такие, видите, где-то наполовину даже есть белые. Красиво очень. Орхидеи тоже начинают свисти. Вот, какие красивые. Красавушка, посмотрите. Какая огромная. Вообще цветы такие большие. Это такая тоже с волнистыми краями. Симпатично очень смотрится. Вот такая. Ну, красотки, конечно. Здесь у меня гибискус и весь в бутонах. Еще вчера был такой огромный цветок розовый. Но не успела снять. Не успела снять. И сегодня он закрылся уже. А так кустик тоже очень большой, пушистый. И очень много бутонов. Здесь у меня посажено два сорта. Один розовый, второй красный. Ну, такой, наверное, красно-розовый такой. Даже бывает, что они цветут в унисон. Красиво даже смотрится. Ну, это моя красотка Гордения. Ну, здесь мне неудобно, конечно, снимать ее. Потому что... Тоже смотрю, что заложила очень много бутонов. Скоро будет распускать их. И так по всему кустику. Про Гордению тоже у меня есть видео на канале. Кому интересно, можете тоже зайти и посмотреть. Ну, здесь вот у меня Адеша тоже стоит. Убрала я ему все листочки. Ну, такие были. Видите, бутоны. Появляются даже без листьев. И плюмерия у меня переехала с веранды уже домой. Поставила я ее здесь, возле полочки. Чтобы она никому не мешала. И ей, чтобы никто не мешал. В общем, вот стоит она. Раскинула свои ветки. Здесь прям под люстрой. То есть, света ей хватает, думаю. Там, видите, спотифилу. Тоже размеров такой... Тоже вырос такой уже большой прям вообще. Здесь рядом Дуранта. Дуранта у меня, кстати, вот здесь вообще хорошо цвела. Ну, как-то вот не сняла видео. Здесь вот остались цветочки. И смотрю, вроде как, видите, вот появляются еще цветоноски. Ну, просто она здесь еще стоит в проходе. И ее постоянно как бы задеваю. Ну, все равно у нее есть. Видите, все равно она цветет. Красотка. Листья хорошие. Она такая крона пушистая. Тем более она у меня на штамбе. Очень даже интересно будет смотреться. Просто потом в будущем, где ей будет достаточно света, место, она будет красотка. Это 100%. И снова бугенвилья. Вот моя красоточка. Тоже она у меня здесь стоит. Есть из Дуранта. В середине комнаты получается. Здесь у меня антуриум в корзине. Это у меня красный антуриум. Тоже вот стоит в середине комнаты. Как бы, вроде как бы и света ему хватает. В то же время, наверное, и не хватает. Потому что перестанет свести. Ну, ничего страшного. Пусть он нагоняет листья. Листья у него тоже очень красивые. А зацвести-то он зацветет. Он у меня цвел хорошо. Ему главное, чтобы солнце тоже попадало. И здесь вот у меня прям вот все. Тут в одном и шифлера, и драцена, там папоротник, мандарин с мандаринами. Мандарины, кстати, такие большие уже становятся. Смотрите, какие плодики мы имеем. И у него постоянно, смотрите, видите, цветы. Тут же мандарины завязываются. В общем, все-все хорошо. Такие джунгли. Здесь у меня шифлера. У меня две таких шифлера. Фикус. Мой большой. О, прям дерево вообще высокое. Выше меня рост, там он уже. Красавец мой. Здесь вот от него, от макушка укорененная. Тоже уже давно растет. Все хорошо. Здесь тоже бугенвилья у меня. Здесь светлая. С такими розовыми, видите, пятнами. Красиво смотрится. И там, в заднем плане, до которого мне не добраться, там тоже такие ярко-розовые цветы. Ну, красотка. Здесь у меня и одеши. А с обратной стороны полки моей. Видите, эсхинантус свисает. И здесь он был столько много. Смотрите, цветочек. Вот такие вот мы. Красивые. Это мой гигантский папоротник. Правда. Вообще необъятная крона у него. Ну, ему света здесь хватает. У нас появляются постоянные. Видите, раскручиваются листья новые. Листья все такие хорошие, зеленые. Здесь просто как отсвечивает. Видите, зеленые. Все хорошо. Здесь филадендрон фан-бан. Но фан-бана, конечно, пришлось вообще связать очень хорошо. А иначе никак. Он просто бы не влез в меня. И здесь на полу у меня тоже еще один папоротник. Такой же. Такой же большой стоит. Вот видите, какой красавец. И вот это все. Вот так вот все вместе смотрится. Просто зеленая стена такая, знаете. Ну, пойдемте дальше. Ну, и там бутилон, мой красавчик. Здесь у меня цикос. Шифлера. Там еще одна шифлера. Антуриум. Калладиумы. Филадендрон. Стрелиция. Миянила, красотка. Ну, кофейное дерево. Тоже. Красавец. Я уже показывала недавно в видео. О, какие зерна. Есть кустик у меня в зернах, в общем. Здесь калатея, фикус, шифлера, авокадо, принчи. Здесь у меня фикус, руселия. Это филадендрон стоит. Вот такие вот цветочки еще у нас есть. Квирадендрон. 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 Угандийский. О, где. А, ему нравится. Он там вообще король. Никто не мешает. Мы цветем. Вообще очень хорошо. Он по соседству с Хоей у меня здесь. Хоя свисает вот так вот над зеркалом. Здесь у меня здесь у меня папоротник. Бугенвилли. Тоже кстати очень-очень даже мне нравится как получилось. Бугенвилли отсветет. Там у меня в перемешку Адэши стоят, Галаксиния расцвела. Такой большой-большой цветок. Здесь у меня деточки еще стоят. Хои. Тоже растем все хорошо. Диплодения. Диплодения тоже кстати вот скоро распустится. Это махровое у меня диплодения. Пузатики мои. Здесь азалия. Тоже видите. Весь кустик бутончиков. И здесь прям в кашпо. Водовойно. Возле дышевой. Тоже вот такое сделала. По стене свисает растение. И смотрится конечно это все хорошо. Это тоже у меня папоротник такой большой стал. Был маленький я его покупала. Какие листья у него стерильные лезут. Платицериум называется. Даже в прихожей у меня растение стоило. Там гибискус большой. Я его обрезала. Поэтому тут сейчас стал разрастаться. Наращивать листву. Но пока еще не цветем. Но пока что еще и рано. Здесь у меня кислица. Трахилосперма. И здесь комнатка у меня. Здесь тоже видите растения. Ну растения все в хорошем в принципе состоянии. Это розмарин. Такой кустик уже смотрите. Пушистенький хороший. Здесь так пробегусь. Просто недавно снимала тоже здесь. Здесь у меня диплодения моя большая. Причем она летом как-то отдыхала у меня получается. А сейчас у нее посмотрите. Посмотрите сколько у нее бутонов. Она вся у меня в бутонах. То есть вот она в зиму почему-то решила у меня зацвести. Здесь у меня Калатея. С такими красивыми листьями. там White Fusion. Классно конечно смотрится она. Здесь у меня Глак синие. Таберни Монтана кстати у меня цветет. Там вот еще бутончик. Листья такие большие. Красотка вообще. Там у меня Стефанотис. От моего большого. Здесь у нас Крассандра. Ну здесь вот у меня такие небольшие растения. Вот здесь на месте стоят. Гипиастру. Что-то я тут так смотрю. У него смотрите видите два цветоноса. Таких больших вообще появилось. Он что-то стоял у меня там где-то в уголочке. Я и внимания на него не обращала. А тут начала прибираться. Смотрю. О! Товарищ цвести собрался уже. Ну и здесь так вот растения стоят. Здесь у меня бугенвили. Ну вот видите цветут. Набирают еще новые прицветники. Все им хватает. Видите какая красивая. Здесь у меня тоже Диплодения стоит желтая. Здесь белая. Вот еще какая у меня Бегония. Прям шарик такой. Вообще красивая листья. Здесь у меня Замиакулькас. Смотрите какой. Огромный. Он стоит наверное я не знаю сколько места занимает. И юбка. Такая юбочка. Которая после обрезки дала у меня видите. Целых три. Три отростка. В общем все растения. Ну могу сказать в хорошем состоянии. В общем к зиме готовы. Переехали уже почти все. Кстати еще знаете эти цимбидиумы у меня на веранде. Сейчас покажу свои цимбидиумы. И покажу свою еще красотку бугенвилью. Так. 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 Оранжерея конечно за это лето у меня очень сильно разрослась. И пополнилась. У меня недавно было видео про мои новинки. Которые появились в этом году. Подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал.